МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю, что седьмой канал – это не только ведущие, журналисты, сотрудники, а и все вы – зрители, поэтому, пожалуйста, принимайте участие в нашем марафоне, звоните 726-3326, также пишите сообщения в Вайбер. Мы очень ждем ваших звоночков, ваших сообщений, обязательно все прочитаю. И у вас есть просто уникальная, чудесная возможность присоединиться к нашей дискуссии, и, возможно, к нашему разговору рассказать свою интересную историю об Одессе, поздравить с днем рождения свой любимый город. И у нас есть тема этого часа – это одесские легенды, культуры и спорта. А гостей представит Алла. Итак, Алена Калитинская – краевед-экскурсовод. Александр Постоленко – актер, Леонид Францискевич – спортивный журналист, и Дмитрий Шпинарёв – шоумен. Да, мы рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. С днем рождения Одессы. Да, с днем рождения Одессы. С именинницей, да. Нас всех. И у нас также есть интерактив, он немного придает причинки, я так думаю, нашему эферу. Вопрос его звучит так. По вашему мнению, какая сейчас Одесса в сферах культуры и спорта? И два варианта мы вам предлагаем для ответа. Наш город развивается или наш город деградирует? Пожалуйста, голосуйте. И в связи с этим меня давно волнует вопрос. Это наши одесские мифы, наша культура, история. Мы постоянно пользуемся старыми или мы создаем что-то новое? Чего требуют наш город наши туристы? Поэтому, Алена, к вам вопрос. Я поняла, что это ко мне обращено. На самом деле, если говорить о качественном изменении сегодня потребностей гостей города, то мы наконец-то в этом году, мне кажется, впервые за долгое время отошли от образа криминального города. Да, простит меня Исаак Иванович Бабель, но наконец-то, да, это совершилось, в общем-то. И у нас народ перестал ехать с этим запросом. Причем более того, сейчас даже по отзывам по некоторым турам читаю и смотрю, что наконец-то мы нашли что-то, где нам не показывают криминальную Одессу, а наконец-то можно посмотреть Одессу с другой стороны. И как по мне, так это, пожалуй, серьезный прогресс касательно нашего города. Хотя, возможно, это просто потому, что давно не снимали сериалов на тему о криминальной Одессе, потому что последний бум был обеспечен ликвидацией, к счастью или к сожалению, но это было так. И сейчас у нас тема криминала немножко стихла. Выехала вперед очень серьезная тема еврейская, тема дворов Одессы, потому что людям интересно заглянуть туда вот за щелку, как там люди живут, обычные одесситы. И людям стала интересна как раз-таки культурная часть, потому что народ действительно там последний год ходил в театры, спрашивал о закупке билетов, просили не только заказать экскурсию, но и там обеспечить культурную программу какую-то. И сегодня, вот ввиду последних событий, последнего полугода, конечно, люди очень сильно жалеют, что нет возможности попасть на какой-нибудь спектакль. Что у нас, да, мы знаем, в оперном театре только органные концерты сейчас проходят. Ну, как бы, тем не менее, народ идет на органные концерты с тем, чтобы просто хотя бы увидеть театр, послушать этот орган, насладиться этой музыкой. Есть люди, которые любят оперу, есть люди, которые любят балет, есть люди, которые любят орган. Сейчас без выборов все идут туда, и меня радует то, что даже в нынешних условиях в оперном театре... Я представляю, в каком шоке органист. Народ ломится. Биз, браво, а завтра еще будете. Нет, ну так на самом деле у них полная продажа, солд-аут, да, полная продажа всех билетов, потому что билетов продается там одна четвертая или одна третья. Там же, по-моему, насколько я знаю, если ты доплатишь, можно и поиграть на орган. Нет, вот на сцену выйти можно. Не хватит антисептика обрабатывать. Если вы идете на экскурсию в закулисье театра, то даже можно выйти на сцену. По большому секрету расскажу. То есть, когда люди об этом слышатся... И сыграть в одном из спектаклей. Ну, как бы, да, учитывая то, что трупы сейчас не работают. В конце концов, театры должны искать новые формы. Формы должны искать. Нет, ну, иммерсивность... Продавать билеты на то, что ты играешь в спектакль. Вот можно такое сделать? Нет, так... Давай завтра в летнем сделаем. Подождите, так иммерсивные театры так и работают, в принципе. Насколько я знаю, у нас иммерсивные. Ну, и, насколько я знаю, в принципе, такое... Некоторые театры пытаются внедрить, во всяком случае... Это называется шоу-импровизация. Ну, да. Ну, фактически, да. У нас этим занимается перрон номер семь, да. Вот у них есть постановки, которые задействуют зрителей в том числе. Почему нет? Это, по-моему, тоже такой новый шанс. У нас вообще очень круто сейчас задействована та часть головного мозга, простите, всех, чтобы придумать что-то новое, совершенно другое. И под нынешние реалии в том числе. Поэтому мы сегодня... Так было всегда. Пытаемся, ну, так в каждом времени так. Новый этап приходит, мы в каждом новом времени пытаемся найти. Просто новые люди придумывают. Рождаются новые люди, и они придумывают новый... Иногда то же самое, что было придумано до них. Просто они придумывают это уже в современной одежде, под современную музыку. И это как бы... Это касается всего. Это касается и моды, и театров, и всего прочего, и шоу. Поэтому мы пока стремимся, я надеюсь, что мы стремимся реально вот какой-то новый уровень для себя принять. И мне современная тенденция нравится. Мне нравится, что люди приезжают с другим запросом. Мне нравится, что люди приезжают посмотреть на другую Одессу. И это, конечно, очень-очень здорово. И, кстати, о новинках. Я знаю, что есть мобильное приложение, которое, в общем-то, есть только в Одессе, как я поняла. Не совсем. У нас сейчас проект... Расскажите, как работали летом и насколько пользовался спросом? Это, на самом деле, работа была карантинная. То есть мы как раз этим карантином занимались. Это Украинский культурный фонд, проект Украинского культурного фонда. Они начинали с Киева и со Львова. Проект называется Walk You Like. И мы занимались тем, что мы писали квесты, да, под Одессу, на мобильное приложение, под телефоны. Народ сейчас скидывает уже, в общем-то, отчеты. Те, кто прошел, очень-очень здорово. И, да, кстати, вот, в принципе, вариант такой познакомиться с городом. Даже для одесситов. Для тех, кто не любит ходить на экскурсии, можно пойти вот просто на месте, на точке, получить либо задание, либо интересный вопрос, получить информацию по этой точке, какую-то интересную по конкретной тематике. Это одно мобильное приложение. Мы его вот запустили месяц назад, получается. И где-то с середины октября будет запускаться еще одно. О чем оно, это потом, это пока большая-большая-большая тайна. Но мы, мы бедны, мы в пути лица, я не знаю. Мы второй месяц просто не разгибаем головы вчетвером, работая еще с ребятами. Но на самом деле это очень круто, я считаю, что тоже другой формат. И он ни в коем случае не заменяет ни театр, ни экскурсовода, не знаю, никого-то еще. Это просто дополнение, потому что в современных реалиях у нас... На любой вкус. Да, люди требуют разнообразия. Иногда это просто толчок к тому, чтобы человек дальше заинтересовался какой-то отдельной темой. Александр, а в вашем случае, вот эта игра с форматами... У нас есть звоночек, потом вам вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Юрий Николаевич. Я, конечно, старшего поколения. Конечно, с праздником у вас всех, друзья. С праздником большим, хорошей погодой. Вот, конечно, я как представитель старшего поколения, очень сожалею, что у нас ушло такое вещь, как кино. Потому что такое количество фильмов, снятых об Одессе, начиная от броненосца Потемкина, немой фильм, или черно-белый, допустим, ЧП, та плеяда актеров народных, у наших украинских, советских, вы понимаете? Наверное, нет такого количества фильмов, которые были бы сняты об Одессе. Чудесный фильм. Единственное, что мы, может быть, стали немножко хуже свои традиции хранить. Я вот 31 числа целый день ждал, когда наши отцы города на каком-нибудь действительно сохранившемся катере выйдут в море и помянят вот эту страшную трагедию с адмиралом Нахимовым. У нас же каждый день, каждый год приезжали родственники со многих этих самых городов Советского Союза, особенно с Молдовы. И мы устраивали им это на то место гибели. А так получилось, что мы забыли, понимаете? Забыли о том, что была такая трагедия, и что у нас все-таки Одесса – это портовый город. Конечно, нету сейчас уже ни флота, ни флота, ничего нету. Но память просто в акваторию порта выйти и бросить эти цветы, потому что это наша общая трагедия. Если мы не будем помнить наше прошлое, не будет и будущее. А в общем, конечно, я желаю всем здоровья, крепкого, пережить эту пандемию, ну и оставаться, конечно, одесситами. Спасибо, друзья. Спасибо большое вам за интересный звонок. Александр, вам слово. Вот действительно, традиции, память или в новые форматы уходить? Как вы считаете? А вообще или относительно театра? Да, давайте в вашей сфере. Да, театр, кино, ну такие смешные сферы. И вообще. Я считаю, что должна существовать, обязательно должна существовать традиция, которая должна, там, как балет, и камера развиваться, но должны быть какие-то вещи, которые трогать нельзя, да? Там пятипа балеты, да? Ну как, можно трогать, можно поиграться с ними, какой-то модерн из этого сделать. Это понятно, классическая музыка, классический театр, это все должно существовать, и даже если оно коммерческое, это может быть невыгодно в какое-то время, значит, надо поддерживать, как это делают там в других странах. Ну и, соответственно, нужно поддерживать какие-то новые веяния, движения, придумки. Вот тут заговорили про интерактивный театр, да? Я в прошлом году не написал, я не драматург, я собрал пьесу по фильму, это фильм 75-го года, его уже многие не помнят, называется он «Собачье сердце». Не помнишь? Ой, «Собачье сердце». Ты сейчас взял всех обидел, всех людей обидел. Вы не помните такого, конечно. «Собачье полдень». А, нет, другое дело. Здесь, конечно, мы ничего не помним. Молодой Аль Пачино, вот эта вся еще плеяда американского кино, того времени 70-х. Там речь идет об ограблении банка. И я эту историю переписал под театр. Под какой-то из наших банков. Ну... Точно сценарий? Ты мне потом дашь наколочку, ладно? И там ограбление идет прямо в зале. Заложников берут в зал. Они все время находятся на сцене в перемешку с актерами. Им потихонечку иногда шепчут их задачи, что они должны выполнять. Но они все... Весь спектакль находится на сцене. А в зале находится переговорщик с мегафоном. Опять же, из зала набирают полицейских, дают им железное оружие. Они стоят в оцеплении. Но люди не знают о том, что они будут полицейским или так вот... Это прямо выдергивается и все. Такая вот спектакль-игра. Да, интерактив соучастием. Но мы до него еще пока не добрались. У нас еще один звоночек зрителя. Давайте слушать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы хотела поздравить мою любимую одессу с тральцем. И вспомнить, и тем сказать. Когда свадьба... Мне сейчас 80 лет. Свадьба у нас была... Это был Розецинский переулок. Когда свадьба была, два двора готовили на нашу свадьбу. Евреи готовили рыбу фаршированную. Русские запекали гуся. Это забыть невозможно. Это самый лучший город в мире. Такого города больше нет. Да, спасибо, действительно. Мы не просто гордимся, мы, может быть, просто счастливы от того, что живем в таком городе. Леонид, по слову. Я, во-первых, счастлив, что я родился в этом городе, живу, и я не хочу отсюда уезжать. И всех с праздником поздравляю. Что касается прошлого, нынешнего, будущего, да, то есть, мне кажется, что то, что происходит в мире спорта, это обязательно нужно не забывать о прошлом, поскольку есть какие-то азы спорта, да, которые еще зарождались в Древней Греции и прочее. То есть, какие-то традиции, которые нужно чтить. Есть какие-то моменты современные, есть какие-то виды спорта, которые уже внедряются в нашу жизнь так, как раньше это нельзя было представить. Даже 10 лет назад, в том числе, там, киберспорт, то есть, как бы мы ни относились к разным видам спорта, оно все идет вперед. И рекорды переписываются постоянно, а люди становятся другими, спортсмены становятся другими, то есть, цифры становятся заоблачными. И вот сейчас как раз у нас такой период, когда мы живем между тем, что было раньше, и тем, что нас ждет в будущем. Это вот в спорте, это классно как раз отображается, и у нас много одесситов, которые действительно, я каждый день пишу о них новости. Я не перестаю удивляться, как они вот на наших базах спортивных, которых у нас катастрофически не хватает, как они умудряются вообще показывать какие-то результаты. Наверное, за то, что они просто одесситы, люди, которые вот, несмотря ни на что. То есть, есть у нас вопрос, да, деградирует или развивается. У нас, вот город такой классный, что у нас все развивается, несмотря на деградацию. То есть, во многом, во многом. И то, что появляется новое, мы сразу видим какие-то плюсы в этом всем. То есть, построили новый спорткомплекс, и там уже кто-то хороший достигает результатов. И я надеюсь, что вот не только на праздники будем об этом говорить, мы будем говорить чаще. Древняя традиция, еще греческая, строить спорткомплексы там, где уже люди достигают результатов. Да, ну, не всем греческая, наверное. Да, ну, то есть, я хочу сказать, что здесь вот очень-очень здорово, что вопросы такие поднимаются. И все спортсмены, я их очень уважаю за то, что с флагом Одессы. Вот было недавно вот сборная Украины по футболу. Он завтра и через несколько дней проведет очень важный матч. И два одессита, которых впервые вызвали в сборную, это Владислав Супряга и Георгий Бущан. У них есть такая традиция петь песню на посвящении в сборной. Они пели о Хадесе. Ну, то есть, вот аж мурашки. Да, да. Да, Дмитрий, хотели сказать что-то? Нет. Не знаю. Пить хотел. Тогда пока пейте, а я вспомню звоночек нашего зрителя относительно кино, что сейчас, к сожалению, знаковых фильмов не снимается. Я специально проверила, на киностудии сейчас снимается фильм «Теперь я турок, не казак» в планах биографическая картина режиссер о молодом Александре Довженко. И вот вопрос, вот такие у нас фильмы все-таки снимаются проходящие или есть шанс на то, что возродится именно та традиция, ну, такого доходящая до мирового масштаба? Ну, опять же, если я сейчас начну отвечать, Дмитрий все равно начнет говорить. Отвечает Дмитрий Шпинерев. Поэтому да, я хотел ответить. Я вам скажу, смотрите, как вы можете запрограммировать шедевр? Невозможно. Нет. Художник должен иметь право на ошибку. Почему очень важна там государственная поддержка театров, театральных коллективов, оркестров, комик-труб, то есть всех творческих людей? Почему важна государственная поддержка? Потому что, когда ты находишь деньги у коммерсанта, он хочет, чтобы ты сразу дал шедевр. А для того, чтобы создать шедевр, художник должен иметь право на ошибку, он должен пробовать, рисковать. Может быть полнейший провал, но он идет дальше, и тогда рано или поздно будет шедевр. Сегодня кино-кино пребывает точно в таком же состоянии, как экономика. Наконец-то мы сравнялись с экономикой мира. То есть в мире все хреново. И они нас догнали. Они нас. Впервые. Мир догнал. У нас было только у нас хреново. Теперь еще и в мире. И поэтому, конечно, в этих сложных условиях, но и тут у Одессы гораздо больше шансов, чем у всех остальных. Потому что, ну, как показывает история Одессы, у нас никогда не было очень много денег. Вот в Одессе никогда не было так, чтобы много денег. И поэтому приходилось вот что-то вот так обязательно придумывать, чтобы как-то выдержать. Никогда не было, чтобы хватало. Никогда не было, чтобы хватало на то, что ты придумал. Я для меня вот ярким примером, наверное, главным примером Одесского креатива, я вам сейчас удивитесь, что? Это танк на испуг, который находится на Разумовской уголке. На Молдаване. На Молдаване. На Молдаване. На Минсквер. Да. То есть я, как и вот Саня тоже, мы объехали, ну, весь бывший Советский Союз, были во всех городах. Везде, там, где была война, везде есть памятники. Солдат Т-34, солдат Т-34. И единственный город в мире, где вот выпендрились, да, вот сделали такое. Не хватало, не было танков, не было ничего, не было денег, по бедности создали ивенты, создали события. Вот так оно во всем. Если это здание какое-то, то это, значит, самый длинный балкон. А здесь единственный в мире кит, держащий шар или морщинскую. А здесь всегда была какая-то креативная штучка, которая применялась. Вы знаете, как правило, это проверить нельзя. Мы не должны были... Была такая у покойного Саши Завелёна, была замечательная фраза, первый в мире, второй в Одессе. Здесь не надо... Вот не надо нам делать вот это, как в Испании или как в Италии. Всё должно быть вот... А вот там, как здесь. Вот какое-то своё... Вроде бы похоже, но что-то своё мы туда ввернули. И это уникальная история. И это касается и традиций, как самый длинный балкон, так и чего-то нового. То, что нету нигде в мире. Вот в том числе и звезды коллектива «Маски Шоу» нету нигде в мире. И в этом тоже есть своё уникальное. Есть у нас в студии. В отношении театра, в отношении кино. Ведь это всё так относительно, что такое шедевр. Сколько мы знаем непризнанных шедевров. Сколько художников стало знаменитыми после того, как они умерли. Вот это вот примерно такая же история касается кинематографа. Не хочется говорить «благодаря». Но, к сожалению, как-то так. На самом деле, да, там фильмы Кира Муратова, мы все помним, клали на полки, потому что в советское время об этом, а, не принято было говорить, и, б, вот как бы не понимали, что она показывала иногда моментами. Да и сейчас не понимают. Ну и сейчас не понимают уже по-другому. Но сейчас уже мы не понимаем. Но я могу сказать, что не знаю, это всё равно шедевр. И ты смотришь, да, возможно, ты не всё понимаешь, но ты понимаешь, насколько вложено, и что в этом было, какая идея в этом была, и сколько сил в это было вложено. Возможно, это всё тоже, это всё относительно. Будет ли оно шедевром или нет, сейчас никто из нас сказать не может. И оценят ли этот шедевр или нет сегодня тоже, никто пока не скажет. Вчера на рыбалке был на плитах, и мужик подсел ко мне и начал, ну, курить, и у меня не клюет, и что-то, разговор пошел, я, в общем, его там даже записал, превратился в такой монолог этого человека, типичный одессит, и он так и с этой стороны, и с той, как бы, меня разговорить, и вот, говорит, а Феллини я люблю. Пауза. Особенно Марк Орд. А восемь с половиной вообще не понял. И Тарковского не понял. Хотя, один фильм, не помню, как называется, мне понравился. Где такой-то такой? А вы все это подергивая бычка? Вы голову поворачиваете, а это Барский. Откуда Барский знает Феллини? Да, еще такой вопрос. Меня все-таки волнует. Вот, знаете, декларативность и то, что мы имеем на самом деле. Вот как-то говорится о том, что Одесса – это город для посещения 365 дней в году, да? Это идея. Это акцент идея. Ну, уже не первый год просто. Да. Акцент на том, что у нас город фестивалей. Ну, если посмотреть, как на самом деле, то все-таки у нас есть высокий курортный сезон, это вот лето. Он заканчивается, и мы остаемся отдыхать от туристов. Хорошо это или плохо? Чем нам удивлять, привлекать людей? Кого вы сейчас спросили? Всех. Да, всех, кто хочет. У нас, во-первых, я хотел бы сказать, что у нас город в этом году 366 дней. Да, я бы не знаю, хорошо, это не просто. Да, один день отдохнуть. Еще на одни сутки больше можно провести в нашем городе. Да, все знают, что у нас курортный город, и что вот с мая по условный октябрь дальше делать нечего. Но на самом деле у нас город настолько разносторонний, что каждый человек, который приедет сюда осенью, зимой или весной, может для себя найти столько разных интересных моментов, в том числе увидеть архитектуру лучше всего когда. Когда нет лисьев, когда ничего не мешает. Посмотреть на то, какие зеленые у нас парки, хотя их не так много, только весной, да, или когда еще листья не сгорели. Посмотреть, какая у нас золотая осень, и все наши памятники, которые у нас есть, все наши памятники архитектуры, они намного красивее, когда это какой-то поздней осенью, в ноябре, например. И на самом деле, если у людей есть какая-то романтика, они могут найти себя в нашем городе в любое время суток года. Тут вопрос не в романтике. Я как человек, который работает в этом всем немножко, да, уже десятки работают. Чуть-чуть, Алена. Как вам сказать, я вижу как раз поток курортников, вот если мы об этом говорим, да, о курортном сезоне и не курортном сезоне. Ну, мы все их видим. Ну, я это вижу немножко изнутри, да, скажем так. Вот в этом году, на 28 июня, на День Конституции, у нас под городом стояла очередь в 40 километров, помню. Да, да, помню. Пройдитесь днем по городу в это время. Никого в городе нет, все на пляжах. И на самом деле, это немножко другой туризм. У нас нет понимания туризма культурного и туризма пляжного. Почему-то это не разделяют, когда об этом говорят. Летом это пляжный туризм. Зимой, осенью, весной. Честно, я никогда не жаловалась на отсутствие работы в любой сезон года. Потому что есть люди, которые едут четко за городом, есть люди, у которых есть четкое понимание, почему они должны здесь оказаться. И были ситуации, когда, простите меня, ребята из Израиля, понимая, что, в принципе, у них театр удовольствие, мягко говоря, не то, что не дешевое, а безумно дорогое. Они прилетали сюда рейсами, посмотреть спектакль в нашем оперном, в масках, ходя тоже в театр маски постоянно. Это вот два театра, которые посещались обязательно, особенно старшим поколением. Сейчас Дмитрий, я договорю мысль. Я поэтому молчу. Я поднял в руку и прошу. На самом деле, это реально, это разный туризм. И у нас люди ездят, Одессе есть чем привлекать. Вопрос в том, что вот это что-то надо довести бы до ума немножечко, потому что разломанные тротуары разбитые, там, где брусчаточка выглядывает после 20 сантиметров асфальта, ну, вот какие-то такие вещи. Вот над этим надо работать, конечно. Но я говорю, что это вот обычно, знаете, такая дама, которой надо вот нанести макияж и подправить немножечко. Я просто хочу добавить, смотрите, мы же все-таки не, какой город привести в пример, не Заток. Я хотел сказать о лупках, потом думаю, ладно, не буду Крым трогать, не Заток. Мы, туризм, это способ заработать горожанам денег. И вот эта точка, это главный посыл, для чего нам нужен туризм, потому что с помощью туризма через экскурсоводов деньги приходят и всем горожанам. Но туризм, это всего лишь часть заработка горожан. У нас есть моряки, у нас есть айтишники. Торговля. У нас есть порт с, неважно, с контрабандистами, с неконтрабандистами, логистами, брокерами, перевалка, приход грузов, расход по стране, уход из страны по миру. То есть это еще один кит одесский. И осталось только еще один кит сделать, это бюджетники, чтобы вот учителя, врачи, работники, социальные сферы получали среднюю там, среднюю польскую зарплату. И тогда город станет богатым. Туризм нам нужен. В принципе, никто, кто хочет развивать туризм. Просто кто из нас хотел бы, это потому что вы работаете на переднем плане. А я, как человек, который родился и вырос в Аркадии, я вам могу сказать, в Аркадии всегда там было 25 санаториев. В Аркадии был самый дорогой базар в городе. Потому что там, где туристы, везде помидоры по рублю, а там по два. И турист это всегда недостатки, это всегда мусор, это всегда дороже цены. Но сегодня туризм для Одессы это важный экономический инструмент для зарабатывания денег абсолютно всем жителям. Приезжают на выходные, уезжают потом. Класс, мы передохнем. Нам главное насытить все остальные жизнедеятельности. То есть тоже работать. Чтобы деньги были во всех направлениях. Безусловно. Просто, Дмитрий, вот вы, например, вспомнили Затоку. Я сейчас вспоминаю нашу Дерибасовскую вот в последние дни. Ну, извините меня, но эти дешевые аттракционы, спортивные там. Это же балаган наш, это проблема наша. Проблема не туристов, это просто теряется. Это проблема того, кто должен это контролировать. Сколько раз об этом говорили, сколько раз их пытались оттуда убирать. Все прекрасно понимают, что кто-то кому-то где-то, видимо, как-то, да, обходными притяями. Дерибасовская главная улица Одессы. Дерибасовская главная улица Одессы. Вы говорите сейчас про лошадей? Я, честно скажу, я последние два года там провожу много времени, да? А, ну, можно. Так сложилась жизнь, да? А вы сейчас про лошадей или про что вы сейчас говорите? Нет, там вообще вечера были в 8 вечера, атракционы, шовы. Там дурацкие аттракционы, чтобы не кепа висеть. Крымские вот эти вот велосипедом прокататься, вот в лозущее вспомненное Алупо. Извините. Это было в Евпатории моего детства. Должно быть в Аркадии, вот в той современной, которую сделали, вот окей, оно бы там смотрелось. Но, простите, ну не на Дерибасовской, правда, в центре города. Во-первых, я искренне сочувствую людям, которые все-таки там живут. Там есть помимо отелей еще квартиры, в которых люди живут. Это несчастный случай. Люди, которые живут на бульваре Ромбле в Барселоне, мучаются страшно. Я понимаю. Но они их готовы мучаться, чтобы жить на этом бульваре. Суть заключается в чем? Что вот здесь есть, конечно, некий дуализм. И люди, которые приезжают в Одессу, из-за того, что нету Крыма, на самом деле, они воспринимают, как Одессу, исключительно курортный город. И они относятся к Дерибасовской, как к набережной. Они могут выйти туда в плавках. И их нельзя обвинять, потому что они знают... Напоминаю тему эфира к культурам. Нет, на самом деле, это не их вина. Они едут в город, едут купаться в море. В любом туристическом городе или курортном. Ты можешь в плавках перевязать платок, одеть митсу и пойти гулять по городу. И они... Как вот это вот... Я тоже себе в голове долго думал, как объяснить. Как можно оказаться с лонжерона в центре, в купальне? Не воспринимаю. На следующий день утром. Одессу не делят туристы, я думаю, не делят Одессу на то, что... А вот эта часть Одессы – это курортная, а вот эта часть Одессы – это деловая, а вот эта часть вот такая-то, а это... О чем говорила Алена, микс пляжного туризма и культурного. Это зависит от культуры туриста. Ничего не зависит от культуры туриста. Культура туриста во всем мире абсолютно одинаковая. Ну разные есть туристы. Мы не разные, мы в общем Азии, мы все одинаковые. Люди разные. Так разные или одинаковые? Люди разные, поэтому и по-разному себя... Вы не можете отсортировать, давайте к нам будет только тот, кто не сочетал летать. Да, но вы не отсортируете, тогда с голоду умрет экскурсовод. Нет, не умрет. Ну все экскурсоводы умрут. Не умрет. Поэтому приезжают все. Как это? Это надо думать. И это надо одесситам, тем, кому это не нравится, сидеть и думать. А как вот сделать так, чтобы объяснить каждому приезжающему, почему в плавках по Дерибасуской ходить нельзя, а в шубе по Аркадии можно? Нет. Не глядя на август месяц, да. То есть это надо придумывать себе какие-то штуки и вот придумывать. Ну ведь когда в круизы, да, раньше ходили? Это на самом деле, знаете, какое? Вот вы в оперную приходите, вы же приходите наверняка одеты в костюме, там еще чего-то, правда? Еще чего-то обязательно я беру. Ну создать вот этот облик города, в центре, в который не позволишь себе прийти в купальнике, это другое, так, чтобы в этом купальнике было некомфортно. Это ваша задача. Это не наша задача. Это ваша задача. Я согласна. Вы работаете на переднем крае, встреча туристов. Так вопрос в том, что когда городской совет, вы меня простите, позволяет выставить вот этих вот голубятников, лошадей, и эти аттракционы... Нет, он не позволяет, они без разрешения стоят. Слушайте, а ну если бы они без разрешения стояли и их там... Если бы у нас рейд устроили две недели подряд, ну слушайте, все бы это... Я знаете, я вам могу сказать, как человек, который потратил какое-то количество своего времени на борьбу с барабанщиком на Дерибасовской, который выходил по вечерам, врубал... Кстати, я вас удивляла, у меня с этим барабанщиком были прекрасные отношения. У вас были прекрасные, но просто из-за этого барабанщика теряется такое количество людей, которые... А этот выходит шарманщик с тихой музыкой и с куклами. А этот выходит барабанщик, все остальные умирают, потому что он заглушает всех, тем более, что он поверх оригинальной музыки пендюрит на барабане. Я с ним лично боролся. Причем он включается в городскую сеть, за электричество платим мы с вами, которые он потребляет. А где полиция, которая должна проверить разрешение? Я не могу повлиять на полицию, честно. И это государственная вещь. Но на барабанщике не можете. Они же должны быть как бы патрульные, должны это контролировать, насколько я понимаю, хотя бы немного эту работу. Помните, когда захотели ввести в городе сертификацию артистов? Помните историю? Какой пошел по телеканалам, в том числе и интернету? Объясните, напомните, что это... Не сертификацию, а вот актеров, музыкантов собирались выбирать тогда? Не собирать, а выдавать разрешение на работу на улице. А, уличные музыканты, да-да. Когда ты приходишь, спланированно, здесь играет барабанщик, у него документ есть, что он здесь играет. А на том квартале играет гитарист, а на том, чтобы не было вот этого хаоса. Тут же пошел скандал, хотят обилетить музыкант. Это очень тонкий и сложный момент. Не сформировав общественное мнение среди одесситов, невозможно на это, ну как бы вот, легко повлиять. Потому что тут же пойдет буча, вот музыкант там закрывают... А тут легко повлиять невозможно, но был же прецедент. Две недели назад, когда на Сашу Ченкову, который работает на Первом городском, на вашу коллегу, кидался с кулаками товарищ, который стоит с голубями, орал на нее матом, и это все заснято. Ну то есть как бы, да? И вот вам прецедент, а прецедент создан. И как бы никто, ничего, и товарищ как стоял, так и стоит, и продолжает кидаться на гидов, на гуляющих. Ну так это ненормально, говорю, по-моему, просто надо создать облик, говорю, такой, чтобы вот хотелось выровнять... Это проблема, это проблема, ее надо разрабатывать, и надо с ней потихонечку справляться. Александр, как вы считаете, давно уже не говорили, мне интересно, вот это то, о чем говорил Дмитрий, это больше организация, да, и нужно действительно вот по улицам как-то распланировать системный подход, или нет, или это навязано? Я думаю, что у меня много друзей, артистов, которые в том числе объездили все Европы, Париже, работая на улице, и мимы там, и цирковые. И я видел это в Европе. Ты просто так не выйдешь и не станешь. Есть... Муниципалитет? Да. И вот там, видимо, какая-то есть служба, которая этим занимается. И думаю, что горожане не против. Но там никому не мешают. Если это правильно, на правильных децибелах, да, как выиграть. Если вы правильно, была служба в городе, и была по всей стране, когда вот ты не мог выйти и снять кино. Тебе надо было пойти, получить разрешение, даже какое-то оплатить копеечку в городской бюджет, потому что кино — это бизнес, да, он делается ради бизнеса, в том числе. И тогда тебе выделялось место, тебе там милиция, какая-нибудь охрана. Ну, и сейчас это... А сейчас, по-моему, нет такого, не по-моему, нет такого. Но согласование все равно проходит. Вот когда последний раз приезжал Говорухин, я ему с товарищем готовил экспедицию. В 12-м году? Ну, да. Это было очень серьезно. Я, по-моему, сейчас нету. Ну, на сегодняшний день это если какие-то перекрытия, дорог, то есть что-то такое уже влияющее на жизнь. А раньше ничего нельзя было? Ничего нельзя было? Снимать кино, не получив разрешение на эту точку? Ну, тут же вопрос не в артистах. В любом случае, там же, если заводишь технику... Может быть, я не... Это же вопрос не в артистах уличных и не в музыкантах. Вы не туда ушли. Мы говорили о балагане, который там изначально. Это да. Все-таки музыканты и артисты, это другое. И дедушка, который стоит играть с кукольным театром, это потрясающая история. Это потрясающая история. Это потрясающая история. Абсолютно. Это потрясающая история. И музыканты есть очень талантливые ребята. Вот ему надо еще доплачивать. Потому что все прекрасно у ребят. Паша, это Травенко, который, да, по-моему, в украинскую культуру прекрасно играющий, талантливый. Но вы меня просите, когда выходит этот товарищ с голубями, кидается на людей, начинает орать, плачать еще чего-то... Надо в милицию написать заявление. Вот это, конечно, уже... И когда они стоят просто на каждые 20 метров... Надо в милицию написать заявление. И тогда будем претензии к милиции. Пока хочу привлечь ваше внимание к нашему поле окну. Готовится следующий эфир. Моя коллега Ольга Гвоздецкая. У нее будет очень интересный соведущий. Это Олег Филимонов. Напомню, марафон праздничный на седьмом канале у нас стартовал еще в 7 утра и до 22 часов мы вместе с вами. И, кстати, ждем ваши звоночки. Пожалуйста, 726-3326. Звоните, не забывайте поздравлять Одессу-маму. Давайте... А можно я все-таки округлю эту тему туризма? Вот мне безумно нравится то, что в этом году, благодаря несчастью с этим ковидом, возникла новая фишка ездить по области. Когда люди садятся в машины с семьями и находят уникальные места, остатки этих дворцов, эти натуральные хозяйства, пьют вино, брынзу. И я смотрю, вот по Фейсбуку регулярно они ездят, они обмениваются информацией. Вот это фрумичик, да, фрумшак, а там еще. Это тот случай, как раз, когда не было бы, да, счастья да несчастья. Вы знаете, в Вене... Это вот о том, что когда люди ищут, да? Да, безусловно. Это создание системы. В Вене 80% туристов — это внутренний туризм. В Вене... Но они там старые все. 80% всех туристов. То есть у нас мы... Вообще страна начала, город начала развивать, Одесса начала развивать раньше, внутренний туризм. Страна вот где-то к этому приходит. Ну и Львов еще начал. А страна к этому пришла вот только сейчас, когда не смогли уехать в Монако. В отношении вот всего... У нас есть звоночек зрителя, потом Алена, вам слово. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Значит, я что хочу сказать. Вот вспоминали актеров, у которых бабушки были одесситки, но почему-то не вспомнили великого американского ученого астрофизика Гамова, у которого не бабушка была одесситка, а сам он был рожден в Одессе. Давайте вспомним Сидни Эрели, знаменитого разведчика английского. Правда, его поймали чекисты, но он тоже был одессит. Его фамилия была Розенблюм, родился он на Александровском проспекте. Ну, можно много вспоминать таких известных людей, которые не были по рождению одесситами, но приехали, полюбили и прославили наш город. Хотя бы взять академик Силатов, врач-офтальмолог, академик знаменитый. Можно перечислить долго. Но вот что, почему-то сегодня, когда упоминали только американских актеров, у которых бабушки были одесситки, почему-то не упомянули актеров-одесситов, которые жили и живут в наше время, и которые прославили наш город. Пусть даже, что они снимались на разных киностудиях, на моцфильме. Например, Лариса Удовиченко, талантливая актриса. Например, Евгений Самойлов, актер, который сыграл главную роль в стиле «Свадьбы» в Малиновке. Он в годы войны был мальчик-партизан, как и Яша Гордиенко, несовершеннолетний. И после войны был награжден медалью «Партизанской славы». Но можно других актеров перечислять, и Ларису Долину, и Витаса, и, конечно, Ледичку Утесову и так далее. Их много. И многие из них еще живы и творят. Я не знаю, почему такое предпущение американцев. Вот тот же Синвестор Сталлоне. Если он так уже любит Украину, почему бы мне приехать в Одессу? Что, за столько лет он не мог найти 500 долларов на самолетах? Не надо перед ним или без них. Я хочу сказать, что на моей улице... Еще актер Александр Посталенко тоже... У нас студия актеров. А какие, ребята, скажу вам, какие шикарные молодые актеры в театре, музыкальной, комедии. Я, благодаря известным событиям, посмотрел... Я посмотрел... Все. За лето 7 или 8 спектаклей театра музыкальной комедии. Какой там Бонни? Долбануться можно. Просто вот я хожу смотреть на Бонни. А я продолжу вашу тему по поводу внутреннего туризма. Знаете, что я хотела сказать? Вот по поводу последнего сезона... Я же объективно могу анализировать рынок изнутри, скажем так. Вот меня очень сильно порадовало две группы. Обе из них одесские девушки. Ну, такие разного возраста. Ну, до 60 плюс, скажем так. Две эти группы проходили со мной все лето, каждые выходные. Ну, то есть как бы стабильно у людей каждое воскресенье у одних и у других была экскурсия по Одессе. И это одесситы. Ну, то есть реально... Сместа, на этаже экскурсии? Нет, разные. Но одни и те же группы, да? Они забывали. Они в таком возрасте, что они уже забывали. Нет, там коллектив реально от 18 и до 60 плюс. Вот два коллектива подобных. Слушайте, меня радует. Если в нашем городе дарят на дни рождения экскурсии, и действительно это в последнее время так. Если в нашем городе сейчас реально 50% туристов моих, да, это... Я не могу сказать гости, потому что не гости, это были одесситы. И вот есть такие люди, которые из раза в раз ходят на экскурсии, и звонят теперь с вопросом, а придумай нам чего-нибудь новенького. Это круто, у нас все хорошо. Я скажу вам вот что. Я недавно совершенно случайно, так сложилась ситуация, вел экскурсию по летнему театру в городском саду. Я когда посмотрел на часы, я полчаса, это спонтанно. И это я не готовился. И это я ничего еще не соврал. Мох, да. Так что если что, если вы хотите что-то новенькое, я вам проведу экскурсию. И у вас еще 30 минут к экскурсии добавится. Ну, отлично, отличный вариант, отличный. А у нас вообще вот, в принципе, наконец-то это все стало так открываться. Потихоньку оперный театр экскурсии проводят. Сейчас где-то еще какие-то такие новости стали появляться по всей Украине. Вон, Мариинский дворец открыл в Киеве. Думскую надо открыть, и там и все. Ну, реально проводить вот такие вот вещи, заинтересовывать людей, почему нет, своей же культурой, потому что... Ну, у нас народ, я знаю, кучу одесситов своего возраста, которые никогда в жизни не были в катакомбах. Ну, кроме как на школьных экскурсиях, когда там 20 лет назад, это не факт, скажем так. Поэтому это прикольно, что люди начинают открывать изнутри Одессу, потому что проще было улететь за границу, чем... Это очень недорогой досуг получается. Очень недорогая и очень эффективная. По-разному досуг можно проводить в Одессе. Какая разница, ехать куда-то, ходить на экскурсию в замке Житомирщины, когда можно здесь поездить и недолго, и недорого. По области в том числе. Не, ну так по области. Мне не нравятся эти сравнения из разряда украинской Мальдивы или украинская Венеция. Да это глупо, но это все очень разное. Это настолько разное, что просто несравнимо. Ну, как бы вилковые-то совсем о другом. И реально, это очень круто, но по-другому. Если вы говорите о ролике, который там был в сети, то я думаю, что это просто ориентир на тех людей, которые не знают, что такое Одесса, но при этом знают, что такое Мальдивы. То есть это на экспорт. И чтобы показать, что аналоги есть здесь, приедете, посмотрите. То есть это, я думаю, что ориентир туда. Мы себя... Ну, все равно Одесса называлась маленьким Парижем, извините. Нравится нам, не нравится, но мы себя так называли, и наши предки, и мои дедушки, бабушки, и прабабушки так называли. Нет, есть о чем. Я понимаю, почему они это говорили. И я понимаю, почему такой облик складывается у города. Но тут вопрос в том, что, ну вот, в Венецию, вилка, вот это разные вещи, и мы это популяризировать должны через свой взгляд. Это как сегодня, наконец-то, у нас начали ехать гости в Болград, потому что там крутая культура, и наконец-то ее смогли внести. И это круто. Особенно самое крутое, когда в туризме на передний план выходит какой-то уникальный региональный продукт. Да, безусловно. Там херсонский арбуз, и вот на нем можно строить миллионные потоки туристов в этот регион. Также вот болгарское, болгарское... Вино, вино и брынза. Причем вино, я даже думаю, что в брынзе больше... Вино понятно. В брынзе больше перспектив с точки зрения продвижения уникального продукта. А для Одессы? Вот сходить на привоз, что взять туристам? Я хожу каждую неделю на привоз. Что взять туристам? Я расскажу, приехал как-то паренек. Вот как помните, была вот эта фишка, что там у хохлов. И вот из Новосибирска приехал паренек с украинской фамилией. Попросил его встретить, отвезти в хостел. И рано было еще. Хостел был, там места были заняты. Ну что, ну и привоз, да, в 7 утра. Он купил 8 сортов сала. 8 сортов? Есть 8 сортов сала? По кусочку, но 8 сортов. Все, я его оттуда отвез, в обед звоню. Говорю, ну что ты? Он говорит, да вот обедаю, приезжай, составишь мне компанию, я приезжаю. А у него, значит, эти тарелки на столе, на кухне, и сало порезано вот такими кубиками. Я говорю, что ты делаешь? Сердце сала, да? Так сало не едят, давай покажу. Я ему порезал тоненько. Он так раз, а ну, во рту тает. Нифига себе. Я говорю, а вы что там не знаете, в Сибири, там же полно украинцев. Он говорит, а у нас все его так рубят. Мы с Сережей Олихом в свое время водили, когда друзья приезжали, водили экскурсию на привоз вдвоем с шутками, с прибаутками, с нарезать помидорку прямо в молочном корпусе, колбаски. По 50 выпили, и там закончили экскурсию. И приезжали из разных, понятно, городов, из... Тут приезжают друзья из Краснодара. И мы их на экскурсию, на привоз, все. В ходе встречаемся, вдруг я соображаю, подождите. Они, чем мы их сейчас и удивим, это точно такой же регион. Рыба есть, мясо есть, овощи все те же самые. Рядом Кавказ, то есть, показать им хурму, шмурму, у них там рядом вообще ничего удивительного. Ну ладно, идемте, иду, идем что-то разговариваем, разговариваем. И вдруг они такие, вау! Говорю, что такое? Говорит, у нас такого нет. Говорит, что? Грибы. В смысле? У нас нет грибов. Они набили мешки грибов, набрали, забили багажник и увезли к себе в Краснодар полный багажник грибов. То есть, всегда можно что-то найти, что удивит того или иного приезжего. Ладно, вам грибы. Не мне, это им. Сыгрой из синих, понимаете? У нас, оказывается, если взять белоруса, то белорус не знает, что такое синий. Ну, понятно. Потому что они знают слово баклажан уже хорошо. Когда начинают цитировать Катаева, у него есть вполне себе там прекрасный классический рецепт этой икры из синих. Я ему так рассказываю. Народ обычно это все, говорит, после этого рецепта охота уже есть. Но у меня один... Вы так достаете из сумки баночку икры из синих? Я могу, да. 400 гривен и ложечка за 100. Ну, а на самом деле, если серьезно, у меня, говорит, гость, он вот недавно буквально, он говорит, что ты знаешь, говорит, про баклажаны? Они возили из Одессы торговать куда-то в среднюю часть России, возили овощи и фрукты. Говорит, а вот одни из них баклажаны, они, говорит, очень плохо продавались, брали их там через раз, говорит, в лучшем случае. Вот стою, говорит, продаю, последний день подходит тетушка, я говорю, слушай, а что это такое за овощ? Я, говорит, открываю рот, в этот момент подходит другая, хватает ее за руку, говорит, не покупай. Я вчера из них компот варила, 3 килограмма сахара угробила, ничего так и не получилось. Я перехвачу инициативу насчет знаменитой одесской кухни. В свое время мы много ездили именно по Германии, вот когда, значит, перестройка, им всем было интересно, что ж там за люди жили, за железным занавесом. Нас приглашали, мы ездили по маленьким городкам, деревенькам, нас встречали, мы жили в семьях, и каждый раз новая эта деревня или городок. И как гастарбайтера у нас там привозили, в ресторане кормили, нас выбирали, забирали к себе домой, потом мы выступали, вечером опять ресторан. И вот за эти поездки мы побывали, перепробовали все кухни. Югославские, там, польские, французские, итальянские, немецкие, все. И тут в одном из городков они говорят, а вечером мы идем в итальянский ресторан. Но вы не подумайте, это особенный ресторан, там не будет пасты, не будет пиццы, ничего не будет, это для вас сюрприз. Это very, very italianish specialitat. Мы приходим в ресторан, они такие, ну, как мы будем реагировать? Мы садимся за стол, там фаршированные перцы, кабачковая икра, все, синие, вся вот эта одесская, ну, исключаю, может быть, тюлечку, вот весь этот фарш стал на столе, и они такие, ну, как вы когда-нибудь такое пробовали? Я вам сейчас расскажу, как это готовить. На этой позитивной ноте, такой вкусной, пока ставим точку, в этом часе для вас работали Алла Марченко и Светлана Пензова, далее снафетную палочку марафона переймут Ольга Гвоздецкая и Олег Филимонов, ну, а прямо сейчас выпуск новостей и слово Саше Дементьевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин